Продолжение следует... По сути дела, изначально формировалось как сетевое сообщество, еще до того, как мы, по сути дела, стали в научном дискуссе применять вообще к социальным сообществам понятие сеть. И конструирование своего мира привело к складыванию совершенно особого пространства, которое сложилось в настоящее время в Сибири. Складывалось оно поэтапно, быстро, в течение нескольких столетий, но именно первая половина XX века стала тем временем, когда наиболее ярко именно на территории Сибири мы видим взаимодействие сакральных и профанных центров, то есть мирских деревень как профанных центров и скитов духовных идеологических центров, которые двигались зачастую одновременно друг к другу. Только вот в какой последовательности это еще стоит понять. В основе старообрядческих поселенческих сети, собственно, лежит кустовой тип размещения, который характеризуется наличием стокастических для внешнего наблюдателя углов различной направленности. При этом конфессиональный вектор самой миграции и обустройства жизнедеятельности становится стишневым, факторным для распроизводства этой специфической сети. В зависимости от внутренних репрессий и внешних вызовов, возможно, произвольное перемещение как самих информационных потоков мигрантов, так и их носителей, то есть, собственно, человеческого ресурса. Мы решили сместить акценты на повседневные сообщества, на факторы воспроизводства населения и так называемого освоения новой географии, создания новой топографии. На слайде сейчас вы видите скидское кладбище в деревне Безумянка, которое станет таким своеобразным одновременно и административным, и в то же время конфессиональным центром тех старообрядцев, которые переселились из Южного Прикамья на территорию сначала Томской области, а потом Красноярского края в первой половине XX столетия. И они полностью изменили то пространство, на которое они переселились, перенеся абсолютно практически все культурные коды на него, и оно стало совершенно иным. Собственно, описание людских судеб, которое нашло свое отражение в Урало-Сибирском Патерике, оно помогает понять природу, причины старообрядческих переселений относительно недавнего прошлого. Но для решения наших следовательских задач более продуктивным является обращение к массовому формулярному материалу, собственно, к первичным статистическим по хозяйственным книгам, в том числе и конкретных сельсоветов. Отталкиваясь от созданного на основе этих материалов корпуса, была создана база данных, которая заняла адекватное место в источниковической системе познания старообрядческих. Такой подход считается инновационным в определенном смысле, поскольку массовые статистические источники для изучения старообрядчества среди исследователей привлекаются ограниченно, именно в силу неявной выраженности их конфессиональной природы. Поскольку они представляют зачастую простые потемельные списки, в данном случае в качестве основы для этой анализированной базы данных были списки жителей конкретного Луговатского сельсовета с детальными указаниями по фамилии, состава, пола, возраста, семейного статуса и даты и место предыдущего места жительства этих путей селенцев. Подобная структура источника и его формуляр позволяют реконструировать направление, оценить масштабы и понять объемы миграций христианского населения в Сибири в середине 20 века, то есть на этапе формирования современной конфессиональной сети. Дальнейший сопоставительный анализ с конфессиональными источниками позволил уточнить долю собственного старообрядческого населения, что дает возможность сосредоточиться на конфессиональном аспекте массовых миграций христианского переселения, в том числе вынужденных и нелегальных указанных веществ. Важным моментом понимания объемов миграционной активности является уточнение численности переселенцев. Трудность заключается в противоречивом характере источниковой базы, которая ограничена в силу государственной конфессиональной политики, и именно с этим связано отсутствие статистики современного времени в графе и вероиспределения. Для оценки объема миграционных потоков старообрядков, переселившихся в инферсии с обликами в Сибири, были взяты данные, которые послужили основным источником, и даже в тех делах, в которые не содержат законодательно утвержденного формуляра, являются полностью рукописными. В них есть указания на выходцев из конкретных мест, скажем, из Томской губернии, из триуральских территорий, и сопоставительный пофамильный анализ показал, что в большинстве случаев это были первоначальные выходцы из старообрядческого Африкана, из его южной части, территории современного Куевинского, Чайковского и других сопредельных районов. Они переселялись несколькими путями. Ну, конечно, наиболее разведанным маршрутом еще с 19 века был путь через Урал, иногда напрямую в Томскую губернию. Поскольку Томская губерния до революции 1917 года была гигантской территорией, включавшей в себя современные Алтайские краи, Новосибирскую, Кемеровскую и, собственно, Томскую области, то стоит и точнить, что староверы расселялись везде. То есть практически вся современная Сибирь была местом их вселения. В общих чертах этот процесс приведел так. Из южных частей современного Первого края в Томскую область, затем на север Красноярского края и далее на юг Красноярского края, в Туву, в Триангарье, в Иркутскую область и даже в Якутию. В ходе этого переселения сформировались новые конфессиональные общины, ставшие впоследствии социальной основой для дубческих квитов в середине 20-го столетия. Старобрядцы Куединского, Осинского, Юловского и других районов, которые вошли, составили основу этой базы данных, они переселялись в междуречье рек Улу-Юла и Чичка-Юла. Это современный Тегугерский район Томской области. Этот район был своеобразным таким плацдармом для дальнейшего миграционного броска в бассейн Енисейская Меридиана. Конкретно Енисейский район Красноярского края и далее в Хакасию и Туву. Ну, здесь, к сожалению, приведены, может быть, не очень, ну, как бы, равновеликие карты, но эти карты четко позволяют понять, что вот слева эта территория до вселения, да, а справа уже плотная сеть населенных кустов, которые явно образуют такой ярко выраженный куст. И, собственно говоря, этот процесс нужно условно разделить на три этапа. Материалы, базы данных позволяют это сделать. На первом этапе был сформирован первый слой населенных пунктов вдоль вот этого об Енисейского канала, который объединяет бассейн Аби и, собственно, Енисея. Вот на левой иллюстрации он показан. И он представлял из себя сеть шлюзов, по которым, собственно говоря, предполагалось, что сюда будут ходить из акватории Аби в Енисей. И вот эти вот шлюзы, они все были проходны. Ну, существует такая версия, что последний, кто полностью прошел путь этого Енисейского канала, был Колчак, который эти шлюзы за собой взрывал. Его войска взрывали эти шлюзы, пытаясь таким образом вывезти из золота. Но с тех пор он действительно, этот об Енисейский канал, не действует. Зато староверы, пользуясь вот этим достаточно просоптанным путем, уже проложенным вполне определенно, повторили, можно сказать, этот путь и заселили очень плотно эту территорию. И с конца второго десятилетия 20-го столетия здесь уже сформировался устойчивый каркас таких базовых постоянных поселений на территории Енисейского района. И возникло вот это новое административно-территориальное образование Луговатский Северсовет, который представлял из себя почти 30 населенных пунктов. И среди них встречались даже и вот такие достаточно крупные населенные пункты. Во всяком случае, для тех мест. Если особенно учесть, что переселения были тайными, они были вынужденными. И очень часто жители даже внутри Луговатского Северсовета продолжали переселяться по разным причинам. Во-первых, коллективизация, нежелание обмерщения, нежелание ходить в советскую школу, подчиняться порядкам, которые устанавливались. Постепенно советская власть проникала и в эти очень труднодоступные районы. Одним словом, причины межрегиональной миграции, которые заставляли староверов юга Пермского края переселяться сначала вообще в Сибирь, почти не отличались от причин, которые мы наблюдаем и на микроуровне. То есть даже на уровне одного северсовета. Они были все теми же самыми. Все зависело от того, кто возглавлял тот или иной северсовет. или становился там в старшем селе, какая политика начинала проводиться. И все это носило такой маятниковый характер, поскольку, конечно, староверы старались, чтобы никаких внешних людей не было. Везде были свои, но и среди своих находились те, которые были, были не проще сотрудничать с советской властью. Причем документы, которые мы, вот здесь была фотография, я хочу еще раз вернуться, позвольте вернуться к титульному листу. Обратите внимание, похозяйственная книга, номер такая-то, такая-то, такой-то населенный пункт и есть отдельно. Единолючий. По своему составу как раз практически беспроигрышное попадание. Если по хозяйственной книге есть такое название, то внутри нее будет посемейный список староверов, который можно или проверить по другим источникам. При этом там нет указания, что это старообрядцы. И даже в 1900, вы знаете, даже в конце 60-х годов на общих собраниях исполнительных комитетов, поселковых и прочих, о том, как развиваются темпы колхозного строительства, вообще при обсуждении итогов работы разных органов власти, Енисейского района в целом, продолжали подчеркивать, что единоличное население в этих местах, оно продолжало преобладать, достигало 90%. Советской власти не удалось староверам заставить войти в союзы. Любые, любого рода союзы, под которыми староверы подразумевали колхозы, садхозы, охотничьи артели, все что угодно. Любые формы советского обществления производства ими отрицались. Собственно говоря, методика сетевого анализа позволила представить материалы данной базы в виде вот такого уже абсолютно явного куста, где в Луговатском сельсовете было зафиксировано, конечно, к 1944 году, я уже говорила, более 30 населенных пунктов. Но на самом деле наиболее крупными по численности населения, которые, так сказать, являлись такими центрами притяжения для старообрядцев, были представлены здесь, по которым мы совершенно точно в базе имеем соотношение с местами выхода. И здесь прямо в глаза бросается вот это вот поселение Сушники. И по индексу центральности в самом центре стоит Куединский район. То есть наша гипотеза, которую мы на входе исследования предполагали, что действительно старообрядцы Куединского района были основным таким источником, основным плацдармом, местом выхода для старообрядцев, переселявшихся в Сибирь, конкретно Чистовинного Согласия, она подтверждается вот этой схемой. И посмотрите, старообрядцы Куединского района переселялись в абсолютное большинство тех населенных пунктов, которые мы здесь видим на схеме. А вот соседние, обратите внимание, Чаинский и Асиновский район, которые в разное время называются по-разному, на самом деле их можно совместить. Конкретно данные базы, ну, конкретный массив, который находится в базе данных, он их разводит, поскольку, ну, вслед за источником мы соблюдаем такую историческую достоверность. Но, и мы обозначаем их как выходцами, выходцами из Чаинского и Асиновского района, Томской области, да, Томской губернии, то на самом деле эти старообрядцы, мы предполагаем, что просто Томская область и вот эти два района, Чаинский, Асиновский, Каргасовский, вон там наверху, да, Парабельский, Сталинский, Калпашевский и Сусловский, они были просто перевалочными базами для тех старообрядцев, которые на самом деле в свое время сначала переселились в них из Хопинского и из этого Куединского района. Так сказать, такие районы аутсайдеры, это преимущественно районы разных частей Сибири, собственно, самого современного Красноярского края, Алтая и Томской области в том числе. Собственно, общая представленность в разрезе районов была более разнообразна с 1926 по 1930 год. Но выходцев из Уральской области на этом этапе переселения было меньше, а вот в период с 1931 по 1935 год, наоборот, возрастает количество переселенцев из Уральского и Хопинского районов. Причем Хопинский район был представлен очень крупными кланами Горбуновых и Глазыриных. Это даже уже не кланы, это целые были такие семейные корпорации, это кланы кланов. Только на два, если общее количество переселенцев, мы говорим, на третьем этапе, там, насчитывает 566 человек, то эти два суперклана, две такие семейные корпорации, на них приходилось 186 переселенцев, 186 членов этих кланов, 166 человек. Возможно, это косвенно свидетельствует о том, что были созданы условия для их прямого переселения напрямую в бассейн Минесея, минуя промежуточный этап продолжительного перебывания на территории современной Томской области. И если ранее мигранты задерживались в этих населенных пунктах, прежде чем переселиться в Луговатку, то теперь переселялись уже напрямую. Хотя порубежные, так называемые фронтирные разведки, это всегда часть такой миграционной тактики староверов еще с 17-18 веков. К середине 30-х годов сложилась уже совершенно стабильная поселенческая структура на территории Красноярского края, Енисейского района Красноярского края. Всем переселенцам оказывалась широкая поддержка, как духовная, так и хозяйственная. И все в конечном итоге это привело к существенной трансформации поселенческой структуры Сибирской глубины, изменение ее конфессионального ландшафта в результате образования влиятельных духовных центров. Началось хозяйственное строение прежде малозаселенных территорий долины Среднего Енисея. Переселение староверов в Пермяков повлияло на социокультурную трансформацию принимающих регионов. Формировалась целая сеть новых оседлых населенных пунктов, в которых староверы занимались преимущественно промыслом, охотой, животноводством, огородничеством, весьма ограниченно земледелием. Благодаря непрерывной уже внутренней региональной мобильности староверами осваивались ранее незаселенные участки Таёжной Сибири, развивалось охотничье промысловое хозяйство, где ранее обитали только коренные северные народы. Таким образом, сопоставление нарративных источников с массовыми формулярными и похозяйственными книгами позволило уточнить некоторые моменты формирования и функционирования староверческой сети Сибири на протяжении 1930-1910-х годов. Отметим, что подобный подход позволяет отойти от известного такого и очевидного ожидаемого подхода на основе линейности и поступательности. Представление о том, что любая миграция – это простое механическое перемещение населения. и выдвинуть процессуальную концепцию конфессиональной миграции. Такое понимание легло в основу исторического моделирования процесса переселения старобрядок в тем, что реакции Кандио и Молдовской области в Сибири XX веке на основе организации данных для дальнейшего комплексного изучения трансформации социо-культурного ландшафта, которое мы надеемся продолжить в дальнейшем. Продолжение следует...